Всем привет, с вами Андрей Фаев и шоу о футболе российскому, не только шоу о футболе. За прошедшую неделю произошло не так много событий, поэтому выпуск получится в принципе не очень длинный. О самых главных я сейчас вам расскажу. Челсу заинтересован в возвращении Дигде Драгба и начал уже переговоры с его нынешним футбольным клубом. В нем сам заинтересован Гус Хидинг, а также владелец клуба Роман Абрамович. Увидится как дальнейший преемник в качестве главного тренера. Слухи упорно твердят о том, что Челсу в следующем году возглавит Диенг Симеонов только при одном условии. Если он будет не очень сильно ограничен в трансферах. Ван Гал может быть уволен, если проиграет следующий матч. Но как сам Ван Гал признался, он не может настроить игроков на победную подступ. Блаттер и Платюни отстранены на 8 лет от любой футбольной деятельности. При том, что Блаттер оштрафован на 80 тысяч евро, а Платюни... Блаттер оштрафован на 50 тысяч, а Платюни оштрафован на 80 тысяч евро. При том, что Блаттер сказал, что будет судиться и не согласен с этим сроком. В Краснодаре, в футбольном клубе Краснодара, Владимира Габылова не ждут. Так как боятся, что он испортит микроклимат внутри команды. Также Краснодар подписал контракт с полузащитником Урала под Березкиным. Из неприятных событий на прошлой неделе, это нападение на дом Владимира Быстрова, в результате чего был ограблен, и также грабители застрелили собаку. Лоур Маттеус не скрывает то, что в дальнейшем хотел бы возглавить сборную России. Только сборная России, хочет ли этого, непонятно. Спартак ведет переговоры по поводу возвращения внимания Видичи, но также в прессе появились слухи о том, что игрока может перехватить Милан. Так ли это или нет, мы узнаем в трансферное окно. Еще что в Италии с такого значимым произошло, то что Лассана Диара, бывшего игрока Локомотива, ныне играющего в Марселе, очень хочет пригласить свои ряды Ювентус и Интер, но сам игрок ответил отказом, так как не хочет представлять Марсель, который по-настоящему помог ему вернуться в большой футбол после длительного застоя в его карьере, связанной разбирательствами в футболе. Роман Нойтштайдер прилетел в Москву на отдых, но, как сообщается, он ведется переговоры о получении российского гражданства, и в мартовских товарищеских матчах Роман может уже сыграть за сборную России. Так ли это, мы узнаем в марте. Тоттенхэм и Мью готовы выложить за Мореза игрока Лестер Сити до 41 миллиона евро. Это один из лидер Лис в этом сезоне, но перейдет ли он в один из борящихся с Лестером клубов, в этом большой вопрос. Драгуна из Крыльев Советов, как свободный игрок, прошел медоследование и подписал полноценный контакт с Динамо. Ермоленко привлек внимание таких клубов, как Эвертон, Барселона и Реал. Вот только перейдет ли украинский полузащитник в это трансферное окно – большой вопрос. Хотя, по большому счету, по своему таланту он ничуть не меньше, чем Коноплянка. Торштейхен думает уйти из Барселоны, если будет точно так же получать мало игрового времени. Игрок недоволен своим положением в клубе и подумывает уйти, чтобы, если он не уйдет, как он сам говорит, то он не сможет по-настоящему конкурировать с Мануэлем Нойером в сборной Германии. Также Челси присматривается к Роберто Марчини, но только не знаю, нужно ли это, нет. Леон возглавил уже нового тренера, но в прессе ходили слухи о том, что хочет пригласить на пост главного тренера Филиппа Инзаги. АМЮ нашел 70 миллионов на Роберта Ливандовского. Главный галиадор немецкого чемпионата, ну, точнее, один из главных, может перейти в Манчестер Юнайтед. Но Карл Анчелотти, который подписал уже контракт на три года с Баварией, попросил руководства не отпускать ни в коем случае Ливандовского, так как в следующем сезоне он очень на него рассчитывает. Витиньо продлил аренду еще на год в бразильском интернационале и также продлил контракт с московским ЦСКА до 2020 года. Голи и голевые пасы у бразильцев в бразильском клубе. Простите за сфотологию, вполне неплохо получается. Кокорин может перейти в Спартак. Такую информацию влил в интернете Нобеля Рустами. Вообще, Кокорин в последнее время очень такая знаковая фигура. Был уже фотографий в инстаграме с Марио Гетци и сказал, что ему есть до чего расти. При том, что Марио Гетци фотография с российским форвардом в свой инстаграм, не выложил. Фигули может перейти в Фенербакче. Турецкий клуб видит усиление в этом полузащитнике. Фиорентина выбирает между Кокорином и Тером. Большой вопрос, кого же выбрать. Денис Черышев рассматривается как замена Денису Суарусу, которому переходит в Барселону в зимнее трансферное окно. Севиль ищет игрока, способного заменить Суаруса. Также Денисом Черышевым интересуются Марсель и Валенсия. А вот куда уйдет и в аренду или будет это полноценный контракт, мы узнаем в зимнее трансферное окно. Ювентус предлагает 30 миллионов за полузащитника Дорхманской Баруси и Гюндагана. А Думбия, который сейчас закончил сарендное соглашение с ЦСКА и вернулся в Рому, есть предложение из Китая. Где продолжит свою карьеру сейду Думбия, пока никому не понятно. Вроде как появилась информация в интернете о том, что Тейшером полузащитник Донецкого Шахтера согласовал в пятилетний контракт с Челси и в зимнее трансферное окно перейдет в лондонский клуб. Вот такой у нас получился сегодня выпуск. Низ очень длинный, потому что информации было не очень много. Следующий выпуск будет через две недели, после 10-го числа, так как вот эти новогодние праздники, но делать выпуск, по большому счету, не вижу смысла. Поэтому ждите, наверное, его 11-го числа. Что хочу еще сказать. Хочу поздравить всех с наступающим годом, чтобы все начинания, все пожелания, все у вас сбылось. Чтобы все занимались своим любимым делом, и получали от этого наслаждение. Ну а на сегодня то все. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, ставьте лайки и пишите о том, что вам нравится и не нравится. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok